доброго времени суток дорогие друзья с вами снова канал в ланг владимир куликов особый привет моим подписчикам сегодня 19 сентября 2015 года время около двух часов дня вот сегодняшний поход я начинаю без электричек то есть без заброски какой-то предварительной прямо от своего дома ну вот отошел и метров 400 наверно от своего дома и хочу немножко показать вам свое краскова как его сейчас облагородили вот и вообще как у вас здесь хорошо это большой красковский карьер вот если снимаю панораму большой красковский карьер вот там сейчас отойду вот там далеке видна перемычка за ним находится еще один карьер он чуть больше этого карьера он называется птичий карьер карьеры в принципе чистые для купания вполне пригодные даже народ здесь пытается ловить рыбу вот примерно с этого места я и начну свое дальнейшее повествование сегодняшнего похода у меня посетить окрестности краскова посетить могилу ивана круглого летчика погибшего в неравном бою с фашистскими стервятниками в сорок первом году вот и недалеко от этого места расположена довольно интересная полянка как я вычислил вики мафии с толстой сосной которая выходит с общего корня и разветвляется на двухметровой высоте на 8 или 9 стволов попробую таскать эту сосну и ее заснять я думаю объект довольно интересный денек сегодня выдался довольно погожий я думаю это все-таки наконец наступило бабье лето это наверное один из таких вот погожих удачных теплых дней в этом году грех было не использовать его исходить поход сейчас вынужден идти обходить застройки по прямой расстоянии гораздо меньше но вынужден обходить закрытые территории всякие вот нарезать круги чтобы достичь цели дойти до леса и заглубиться в лес шумят машины внизу попробую говорить громче чтобы было слышно дошел я до платформы коренева это парень чуть больше двух километров от моего дома с этого места обычно начинаются все мои вылазки на природу или с этой платформы с коренева или с платформа краскова она до моего дома чуть ближе но поскольку как я уже сказал сегодняшний мой поход без заброски мне главное добраться до окраина краскова и выйти на природу обещали сегодня ясную погоду выходил из дома было солнышко такое легкие облачка сейчас что-то затягивает может быть это и хорошо потому что идти под палящим солнцем было было бы не очень комфортно поэтому может быть и хорошо что такой легкая облачность и облачность довольно красивая такая облачность бывает редко сейчас покажу эти облака вот лишь бы дождя не было довольно красивое зрелище облака действительно редко такие бывают вот мы с вами вышли из черты краскова вот тут поселок коренева граница поселка коренева он входит в состав краскова образование и вот мы сейчас находимся на границе вот этого поселкового образования и справа от меня находится так называемое коренева поле тут такое довольно обширное пространство когда-то она когда-то она использовалась под сельско хозяйственные нужды но сейчас ходят слухи о том что его собираются застраивать многоэтажками это конечно будет великая трагедия для данной местности и и будет полный транспортный коллапс вот что то вот где сейчас вам показывал на границе этого поля находится обелиск ивана круглого вот хочу сейчас туда дойти сейчас немножко отдохнул и продолжу свое путешествие вот облачка куда-то сошли обогнали меня вот опять светит яркое солнце я сейчас иду по крайне небольшого лесного массива с другой стороны от меня когда находится кореневого поля вы не представляете какой неимоверный хвойный аромат идет вот от этого вот небольшого леска мне как и многим людям измученным нарзаном автомобильного выхлопа и промышленных всяких выдохов в общем-то настолько непривычно ощущать этот аромат который мы в своей жизни в последнее время ощущаем все реже и реже остановился просто чтобы поделиться с вами своими приятными впечатлениями часто мы живем так что пролетаем на машинах сотни тысяч километров вот ездим черт знает куда летаем на самолетах ездим на поездах а порой следует просто оторвать жопу от дивана выйти за околицу и посмотреть что творится там потому что сколько раз я проезжал мимо здесь и не знал что здесь такая хорошая природа так что не ищите оправдание не откладывайте на завтра оторвите задницу глаза от компьютера задницу от кресла или от дивана и выйдите на природу просто за околицу за границу своего поселка там города и и посмотрите что творится вокруг у вас рядом под носом буквально какая красота вот видите окраина поля и уже пробиваются маленькие сосенки практически по всей границе этого боли сосна раскидала свои семена и потихонечку начинает завоевывать этот можно сказать на данный момент пустынный пейзаж будет очень печально если по этим молодым росткам пройдут бульдозером ради строительства здесь микрорайона вот мы с вами подходим к обелиску на месте гибели летчика ивана круглого который как я уже сказал сорок первом году погиб неравном бою с немецкими сверятниками на самолете и 16 как видите место ухоженное это радует до недавнего времени здесь еще можно было найти обломки его самолета вот так что постоим помолчим вечная память этому герою который отдал свою жизнь за наше будущее как говорят летчики не уходят как говорят летчики не уходят они улетают не умирают они улетают навсегда чистого неба твоей души иван круглов надпись на табличке памятника здесь 11 августа 1941 года в пять часов утра в неравном бою с фашистами и сервятниками пал смертью храбых летчик иван круглов вечная слава героям павшим в боях за свободу и независимость нашей родины вот такая скромная табличка вот тронулся в путь от обелиска ивана круглова провел я где-то наверно полчаса минут сорок на этом месте посидел о жизни подумал хорошее место с хорошей энергетикой добрую землю защищал иван круглов ну впрочем как и вся наша земля но сейчас потихонечку я сейчас буду продвигаться ко второй цели своего сегодняшнего путешествия это к сосне как ее описали объект похоже довольно примечательный ну вот входим мы в лес примерно уже где-то близко к цели вот дорогу тут уже не проезжие это радует что машины сюда не ходят вот ну и как обычно прежде чем войти в лес нужно спросить разрешение у его хозяина здравствуй старичок лесовичок прими гостя с добром к тебе иду ну вот теперь можно продолжить наш путь ну вот прибыл я на место на эту полянку указанную вики мапе но пока сосну эту не обнаружил тут все очень сильно заросло там трава чепыжник выше роста вот сейчас попробую ее отыскать ну и заснять по возможности я продолжаю свои поиски в округе очень много красивых и старых деревьев заслуженных так сказать вот вот сосна я думаю она ничуть не хуже чем та которая описана в вики мапе посмотрите какая красавица я не знаю но ей наверное лет сто пятьдесят двести огромное красивое дерево ну а этому дубку я так думаю лет сотни три по меньшей мере полтора обхвата я думаю если я даже ту сосну не найду или может быть ее уже нет все равно есть смысл сюда идти полюбоваться вот такими вот красавицами потому что я уже сталкивался с не совсем корректными сведениями вики мапе вот вот но надежда еще есть дубок-одиночка стоит обособленно метров двадцать от кромки леса на поляне и украшает своим статным видом этот красивый пейзаж еще один красавец дуб не перестаю удивляться мощи этих деревьев обошел я все окрестности метров наверное на двести вокруг вот но сосны чтобы с одного корня восемь или девять стволов росло я не нашел вот ну посмотрим может быть что дальше прояснится по крайней мере сейчас я искал место для постановки бивака но несмотря на то что лес такой довольно просторный есть сложности с тем чтобы найти место для бивака в каком плане между большими деревьями растет очень много маленьких и если я допустим натяну тент где-то между двумя большими деревьями мне нужно найти место чтобы не загубить где-то какие-то маленькие деревья стоящие вот я нашел более-менее подходящее место сейчас буду здесь устанавливать тент ну а потом готовить кушать сейчас я встал перед дилеммой или мне ночевать здесь или же если у меня товарищ поедет на рыбалку то есть мне такой вариант что я здесь просто пообедаю а на ночевку я пойду туда где он будет рыбачить вот поэтому сейчас с устройством полога я пока повременю ну и начну делать костер я уже начал его в принципе делать и хочу вам показать небольшую тонкость как я это организую я не ищу обычно рогатин вот я забиваю два кола вот и у меня есть вот такие вот крючки которые забиваются в торец отпиленного колышка и поэтому специально искать рогатины мне не нужно вот выглядит это примерно вот так я сейчас покажу как это выглядит как я катался вот такая вот что это так это так вот у меня есть он он ну вот и все в принципе здесь и с этой стороны такая же штучка вот ну а наборе своих костровых крючек я вам скажу чуть попозже вот сейчас из остатков этого этой хворостины сделаю перекладину ну и буду готовить себе обед вот так вот это выглядит в целом виде вот ну и поскольку погодка хмурится как видите я все таки решил поставить тент по ускоренной схеме вот и потом если вдруг мне придется сегодня здесь заночевать то заднюю часть вот этого тента я сделал вот таким макаром что если будет дождь что вот в эту ложбинку в эту вот ложбинку у меня собралась дождевая вода не на технические нужды ну и теперь можно со спокойной совестью приступить к заготовке дров разведению костра и приготовлению пищи ну вот костерчик у нас занялся с дровами тут не очень в принципе лес в основном лиственный вот но дубков принес тут березки принес вот так что я думаю ничего без дров не останемся вот такой вот у меня предварительно получился лагерь ведерко стоит с технической водой набрал из колеи более-менее приемлемая но вот так как-то вот тент я на всякий случай поставил от дождя вот но если придется тут заночевать то заночую под ним коврик только постелить в принципе полиэтилен и коврик и все вот ну вот костерочек готов вот сейчас я что-нибудь приготовлю поесть и продолжим вечер сейчас я вам покажу наборчик своих костровых крючев в принципе ну вот так они выглядят это вот один крюк и вот это вот второй сделаны они из сварочных электродов ну и позволяют в принципе ну есть у меня еще кошка но кошка она сейчас не нужна вот в принципе две кошки можно применить вот на этих вот вертикальных колях вместо верхних вот крючков и они будут нормально работать но сегодня я решил воспользоваться вот такими крюками но как это выглядит на практике вот я вам показываю в принципе из этих двух крючков они у меня два комплекта можно компоновать различные комбинации по высоте чтобы обеспечить нормальное так сказать положение котелка на костре вот вот сейчас я этим этим и займусь вот так вот раз конечно одной рукой это все делать неудобно вот так вот два и все вот котелок висит и я его вешаю на костер на удобной для меня высоте если надо приподнять закипит я просто перекидываю это все делаю на другой крючок и в принципе вещь удобная вот вот такой вот вариант подвески тоже решил опустить немножко котелок но сейчас картошечка у меня закипает уже мелко я нарезал и сейчас я туда супер суп отправлю чай у меня уже скипел я уже его заварил скипел скипел надежно скипел скипел тяб и скипел Продолжение следует... 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 вот такой вот у нас утренний обычный обычный беспорядок да по пожарились и пожарили сало на костре вот очень вкусно получилось сейчас будем завтракать кипятим чаек вот вот опять таки крючочек с травой вот кипятим чаек вот сейчас чаек закипит заварим и будем завтракать серега улыбнись для истории для youtube я в рот и чай в розыске да вдруг ты в розыске вот такое утро нас встречает туман на поляне опустился вот такое классное утро погода опять великолепная спали мертвым сном вот и наш покой наш наш покой ночной сторожили лесные стражи к сожалению обычных нормальных съедобных грибов в округе не оказалось вот а мухом мухоморов тут мухоморов тут валом также валом еще имеется вот такая красивая красная ягода вот она называется ландыш вот но не дай бог ее скушать доброе утро еще раз вот закончился мой поход почти может по дороге еще что-нибудь сниму но сейчас я уже упаковываюсь снимаюсь с места там завтрак и все прочее показывает снимать не стал это ничего интересного вот но я хочу просто показать что мы оставили после себя вот прикопанное кострище вот ничего в округе нету единственное оставили животным хлеб ёжиком до ёжиком и ёжиком оставили хлеб и вот сейчас мой то мой товарищ уезжает он приезжал сюда на да на таком вот аппарате ну а я да и еле поехали проехал тут по буераком вот сейчас моего вытащим на дорогу и он поедет на нем а я пойду пешком я пока не прощаюсь может быть буду что-то еще снимать вот если что-то будет интересное поэтому пока съемочку заканчиваю спасибо тебе старичок лесовичок за прием за хороший отдых за хороший сон за хорошую погоду и за хорошее настроение так мы прощаемся с лесом ну вот и я пошел в освояси хочу сказать о сказочной ночи которую я сегодня провел в лесу спал я наверно как младенец вот потому что кто-то ночью шарохался около лагеря по траве серёга проснулся тормошил меня за ногу довольно интенсивно и сказал что ты даже бровью не повел не смог тебя растолкать то есть спал я сказочная ночь была выспался хорошо вот хотя в общем то спал я наверно всего часа четыре но в целом ночевка была сказочная ну вот вышел я из леса немножко вас разочарую но сосну которые описаны вики мопе я так и не нашел вот я покажу скан трека он будет видео как я лазил там по округе искал эту сосну я заснял многих красивых деревьев вековых дубов красивые сосны но к сожалению ту сосну которые описаны вики мопе я не нашел но я думаю это не смазывает общего впечатления об этом походе в конце концов я получил удовольствие от похода разрядку хорошее настроение в общем походом я в целом остался доволен сейчас я думаю больше ничего приметного не будет по пути осталось в общем-то довольно скучная и уже пройдена дорога до дому вот поэтому какой у меня получился суммарный километраж я напишу видео вот ну сейчас я с вами прощаюсь желаю вам хорошего настроения почаще выбираться на природу и чтобы эти вылазки доставляли вам побольше удовольствия с вами был владимир куликов и канал в ланг всего хорошего до свидания до следующих встреч спасибо 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 Продолжение следует...